Лунные поляны Макс, я знаю, что ты все-таки звукорежиссер. Твоя основная деятельность – это звукорежиссура. Ты озвучиваешь концерты артистов. И вдруг, совершенно недавно, я узнал, что у тебя есть свой музыкальный проект. Попробуй сейчас сказать «Анфлор». «Анфлор», 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 «Почти», только на первый слог удаления. Это английское слово, да? Да, это слово, оно вообще, скажем так, оно ниоткуда пришло. Да, у него конкретного назначения нет, и это название, когда думали для группы название, очень долго, как всегда, для коллектива ищется, как бы его назвать. Куча вариантов перебирается. И вот в один момент получилось, что я ночью просыпаюсь, и у меня вот четко вот это вот слово в голове фигурирует. И я вот его «Анфлор» так и оставил. Но больше, кстати, к французскому склоняется. «Анфлор» — это, по-моему, цветок с французского «Флор». Ну, что-то там есть, да, такое. Максим, а почему вот всё-таки решил заняться музыкой как вокалист? Потому что что? Потому что наслушался во время своей работы, как звучат другие артисты, и захотел что-то своё? Нет, на самом деле всё наоборот. Когда-то давно мы выступали с группой. Это у меня был, наверное, такой первый концерт с рок-группой. Группа «Монолит» ещё тогда называлась. Это было в Перми. И мы выходили на сцену. Абсолютно не знали, что на ней можно делать. За пультом звукорелесёр, у него аппарат, там куча всяких всего мигает, всё работает. Непонятно, что для чего надо. И мы когда отработали своё выступление, потом я узнал, что, оказывается, можно было там попросить, чтобы монитор был погромче, можно было там микрофон куда-то переставить и так далее, можно было там ещё какие-то моменты технические. Я понял, что я не могу разговаривать со звукорежиссёром на одном языке. Я не могу у него попросить, я просто даже не знаю, может он это сделать или нет. Это если может, то что. И для меня, как для вокалиста, стало необходимостью изучить его ремесло, чтобы понять, что может. Ну и, собственно, потом та же самая ситуация случилась в студии. Ну и вот так оно и пошло. То есть, на самом деле, я в звукорежиссёру пришёл со сцены. Меня очень поразили две композиции, которые я услышал. Первая, я не ожидал Аэросмит увидеть. В твоём исполнении безумно тяжёлая вещь, безумная. Я с большим страхом её включал. И вторая композиция, которая меня очень заинтересовала, это на стихи Николая Гумилёва ещё не раз. Вообще же этого романса не существует, насколько я знаю. Ещё не раз вы вспомните меня. И весь мой мир волнующий и странный, Нелепый мир из песен и огня. Он мог стать вашим так же, но не стал. Его вам было мало или много, Должно быть плохо. Я стихи писал и возникаленно просил у Бога. Это, ну, по очереди с Аэросмита, да, это было и самим нам было. Мы понимали, что когда берёшь вещь, которую кто-то исполнял, тебя всегда будут сравнивать. Ты всегда будешь не Стивен Тайлер, в любом случае, да. Но нам интересно было, на самом деле это был репетиционный процесс, мы готовились к концерту. Игорь там наиграл на клавишах, что-то мелодия у него пошла. Ну, я взял, так немножко подпел, ну, вроде бы балуемся, распеваемся и всё. Он говорит, слушай, так нормально звучит. Я говорю, ну, давай сделаем, ну, давай сделаем. Вроде бы как концертную. А потом он говорит, давай попробуем, может быть, записать. Ну, и мы решили тогда не пытаться снимать один в один, попытаться сделать такой вариант в нашем стиле камерный. Ну, и вот то, что получилось, то, хотя всегда есть, конечно, желание, оригинал тянет к себе. Ты понимаешь, что да, но пытались отстраниться от него максимально и сделать, ну, нашу версию, исходя из тех возможностей, которые у меня есть, исходя из того, что может Игорь сделать. Относительно Гумилёва, на самом деле сейчас эта песня уже готовится, она там, под неё уже струнные записали, под неё выработали. То есть она сейчас выйдет в, надеюсь, в ближайшее время уже с полноценной аранжировкой. У меня часто бывает, какое-то произведение видишь, и если оно ещё, ну, никем не издано, ничего, то просто смотришь, о, вот надо быстрее собрать, вот в нём вот так много есть, почему на него никто вообще не смотрит, он уже вот на такое. Ну, а если это уже чьё-то издано и так далее, то очень часто хочется просто самому его исполнить, самому сделать. Ну, иногда есть возможности, иногда нет, иногда так в своём, как-то для собственного пользования. Скажи, ты, ну, такой, наверное, будет вопрос в лоб, ты позиционируешь себя как певец? Мне бы хотелось, наверное, позиционировать так, но в чём сложность? Я смотрю на вокалистов, скажем так, с большой буквы. Ну, у меня там свои ориентиры, там, это Дмитрий Хворостовский, может быть, это Лучано Поворотти, там, Лара Фабиан, если может, более роковые, там, Фредди Меркури. И я смотрю, ставлю их запись, ставлю свою запись, просто даже вот по одному куплету смотришь и понимаешь, вот это вот вокалиста – это ты. И поэтому, как бы, у меня не особо получается позиционировать себя как вокалиста. Я понимаю, что мне до вокалиста ещё вот прямо вот очень далеко, да? Но мне хочется работать в этом жанре, и я стараюсь сделать максимально от себя возможное. Вот, отвечая на вопрос, кто твой слушатель, кто ваш слушатель, вот как бы ты ответил? Человек, который вещает со сцены, он берёт на себя некоторые обязанности, то есть он влияет на общество тем или иным способом. И люди, которые посмотрят его, воспримут какую-то информацию с этого произведения. И вот на примере, как, я не знаю, вот раньше покажут по телевизору, было общественное телевидение, нельзя же посмотреть всё, что угодно, да? Покажут Д'Артаньян и Три мушкетёра, и все дети бегают, все Д'Артаньяны. Можно сказать, ну как, ну просто же фильм, а все бегают Д'Артаньянами. И здесь то же самое, это влияние оказывается в большей или меньшей степени. Дети, посмотрев спектакль в театре, выходят и начинают как-то использовать фразы, которые он услышал только что в театре. Если ты несёшь со сцены, опять же в широком смысле слова, относительно негативную, разрушающую или ещё какую-то информацию, ну, собственно, надо быть готовым, что ты формируешь такое общество. И мой слушатель тот, который хочет формирования, ну, если так можно выразиться, высокого общества, духовного общества, нравственного. Ну, для меня занятие музыкой – это вот что-то такое из этой оперы. В уголок подушки, носиком уткнись, Звёзды, как веснушки, мирно светят вниз. Лунный сад листвою тихо шелестит, Скоро день настанет, что-то он сулит. Догорает свечка, догорит до тла, Спи моё сердечко, ночь, как день светла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok